Обманутые дольщики вышли на пикеты к администрациям города и области. Наталья с утра стоит у мэрии с плакатом «Власть, ты где? Дольщики в беде». Женщина вложилась в долевое строительство новостройки на улице Центральной в Коммунаре, но почти два года не может въехать в свою квартиру. Мама двоих детей рассказывает, что сейчас вынуждена жить в съемном жилье. По словам Натальи Колокольниковой, власти будто закрыли глаза на проблемы людей. Нам никакие глупые отписки дают, что вопрос решается. Конкретный план, график или дорожную карту нам не могут дать, чтобы конкретные даты, кто отвечает. Сдаются безумные комиссии. В том году они начали заново замерять этажность, которая была уже известна, что она лишняя. Никакой точной информации нет. Записали в губернатор еще в том году. До сих пор мы не попали. Напомним, многоэтажный дом в Коммунаре уже давно отстроен, но въехать в него люди не могут. Земля, на которой стоит жилое здание, входит в зону охраны достопримечательного места регионального значения. И на нее распространяются требования строительства, как в центре города. Строить здание выше семи этажей нельзя, а в доме на центральной улице на два этажа больше. Во время строительства застройщик уверял, что в скором времени разрешенную высотность в этой зоне пересмотрят. Но этого не случилось, а этажи уже были возведены. Дольщики обивали пороги чиновников и инстанций, чтобы разрешить ситуацию. И в январе на пресс-конференции этой темы коснулся губернатор области. Точно, правда, им надо решать, насколько это влияет на облик города, эти два этажа. Это... Госинспекция знает ответ. Госинспекция, как та структура, которая уполномочена давать нам ответ. Но вот почему и рабочая группа, для того, чтобы посмотреть, как правильно или неправильно здесь есть точка зрения у других представителей, в том числе и общественности. Жители полностью понимают. Вот полностью понимают, и понимают, что ни в чем не новаты. Спустя полгода проблема все так же далека от решения. В области звучали предложения и снести два лишних этажа, и узаконить. Все это время порядка сотни семей живут на чемоданах в ожидании разрешения конфликта. А сейчас ситуация усугубилась еще и тем, что застройщик, компания-система, подает в суд на банкротство. На диалог строительная фирма выходит крайне неохотно. Как только ее представители понимают, что говорят с прессой, разговоры подходят к концу. Вас беспокоит Алексей Домнин, я корреспондент 6-го канала. Мне вот ваш контакт предоставили люди, которые вот... Вот сейчас не очень удобно, если вы через 15 наберете хотя бы там через 20. Но наш повторный звонок так и остался без ответа. Во время пикета одному из дольщиков удалось пообщаться с в Рио заместителя губернатора Романом Гадуниным. Владимир Самонин хотел добиться от областных чиновников хоть какой-то ясности. Но пока временно исполняющий обязанности заместителя главы региона по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики так и не назвал сроков решения проблем дома. Реакции пока нет, но вот сейчас подходил Гадунин Роман Сергеевич, мы немножко перебросили с парой фраз. Вот он говорит, я как бы работаю над вашей проблемой. Ну, мы, собственно, ходим на собрание, он нас приглашает как инициативную группу. Вот. Какое-то движение есть, но... Сильно мы в этом деле не сдвинулись, вот в плане приближения дома к сдаче, ну, ни на шаг. Так что же в областной администрации намерены предпринять и когда люди смогут въехать в свои квартиры? Эти вопросы мы адресовали в пресс-службу Белого дома, но оперативно нам ответить не смогли. Мы будем следить за развитием событий. Алексей Домнин, Александр Мажаров, Шестой канал.